Приветствую вас и, пожалуй, нужно начать с того, что сказать. У вас есть, по сути дела, два варианта развития событий. Итак, первый вариант такой, что вы будете продолжать унижаться перед мужчиной и просить у него то, что вам нужно. Хотя, если бы ему действительно было не все равно, он бы уже давно помог бы вам, как сделал бы любой порядочный и уважающий себя мужчина. Я уж не говорю о том, что любящий, это уже даже не столь важно, поскольку речь идет о неких таких базовых потребностях. Вот. Либо, значит, вы можете для себя решить, что мужчина поступает вообще очень ужасно. И действительно, понятие, раз он не поддержал вас в трудные минуты, ну, значит, рассчитывать поживание на него не стоит. И опираясь пока, пока лишь, вот, заметьте этот момент, опираясь пока только на внешнюю сторону того, что произошло. Именно на внешнюю сторону, потому что другую сторону мы пока трогать не будем. Опираясь на внешнюю сторону того, что произошло, можно сказать так, что вам необходимо, если вы не желаете унижаться перед мужчиной и снижать свою ценность для него и вообще терять достоинство, если для вас это важно, вам необходимо самостоятельно найти выход из этой ситуации. И, найдя выход из этой ситуации, доказать ему, что вы легко можете справиться сами и без него, тем самым, ну, возможно, его пристыдить. Тем самым, возможно, его пристыдить и дать ему понять, что вы не собираетесь там простить и ожидать там, допустим, его, я не знаю, его подачки там, например. Ну, или что-то вроде того. И, собственно говоря, именно такая позиция может принести вам свои плоды. Мужчина может понять, что он заигрался, он может понять, что он перешел черту, переступил черту. И это может повлиять позитивно на его отношение к вам и больше будет уважение, опять-таки, по отношению к вам. Теперь дальше. По поводу, теперь уже более, как бы, глубинного анализа ситуации. Классы по поводу более торгового конъекта, мне бы хотелось сказать вам следующее. Ну вот, вы, наверное, знаете своего молодого человека и вы знаете, какие у него могут быть мотивы для того, чтобы поступать подобным образом. Вы знаете своего молодого человека, а не мы. Мы его, к сожалению, не знаем. И именно потому, что мы его не знаем, мы не можем вам сказать, почему он так поступил. Действительно ли он издевается, или это его, например, защитный механизм так заставляет себя вести. И согласитесь, сложно делать какие-либо предположения, опираясь только на ваши слова о нем, потому что, исходя из них, он представляется таким бесчувственным вообще и совершенно бесчеловечным мужчиной. Но вы, если с ним какое-то время провели, значит, вполне возможно, что какие-то хорошие моменты у него есть. И вот об этом и нужно вам будет подумать. Какая мотивация у него, точнее, какая мотивация так себя вести? Зачем он так себя ведет? Для чего он так себя ведет? Постарайтесь ответить вопросы, и тогда, уверен, вам вполне возможно, будет немножечко легче понимать, что вам делать даже дальше. Если вы знаете, если вы будете точно знать, что мужчина ведет себя так, не потому что ему действительно все равно, а потому что есть достаточно серьезные основания, серьезные мотивы так себя вести, то заодно, это замягчает его поведение. Но если вы знаете, что он ведет себя так просто потому что хочет, то тогда оправдания для человека никакого нет. То есть, сразу, чтобы вам было понятно, обвинять его в чем-либо глупо. Человек, несмотря ни на что, все же уже достаточно взрослый, и вряд ли он как-то кардинально будет менять свою позицию. Ну, просто потому что даже 20 лет тоже достаточно большой возраст для человека, все-таки не мальчик, не ребенок и так далее. И вам в этой ситуации нужно понять, наверное, самое главное, что не обвиняя его, вам нужно понять, что это не ваш человек. Вот и все. Может быть, кому-нибудь он бы и подошел, но точно не вам. Вам такой человек, который может бросить вас в трудную минуту, ну, просто говоря, не нужен. А если нужен, то это зависимость, и тогда уже зависимость с вами нужно будет прорабатывать. Зависимость – это невозможность удовлетворить свои потребности иным способом, кроме как через этого человека. Это плохо, это выставляет вас быть не свободны от него, а это не может быть вам на пользу в любом случае. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать по поводу всей этой не совсем понятной, конечно, ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.